Смотрите сегодня в программе «Время для себя». Улучшаем английский язык, не выходя из дома. Для того, чтобы изучать иностранный язык и практиковать разговорную речь, вам совсем не обязательно ехать за границу. Можно ли побороть главную проблему большинства студентов? Не хватает именно разговорной практики. И как любовь помогла простой москвичке выучить язык? Я начала встречаться с молодым человеком, который учился в Шотландии. Все это в программе «Время для себя». Это Ксения, обычная российская студентка. Впрочем, учиться на родине ей осталось недолго. Совсем скоро Ксюша отправится за границу грызть гранит английской науки. Девушка всерьез увлеклась иностранным языком. Сначала я осознала, что английский необходим. Когда дети начали участвовать в каких-то олимпиадах, куда-то выезжать, за границей, мне очень было приятно, что я могла сказать хоть два-три слова. Научить английский язык Ксения решила не только ради отдыха за рубежом. Ее мотивация значительно более серьезная. Хочу учиться, чтобы жениться, точнее выйти замуж. Я начала встречаться с молодым человеком, который учился в Шотландии. Мы сначала переписывались на английском, все было весело. Потом я поняла, что если я хочу с этим молодым человеком остаться надолго, я должна выучить английский, потому что он хочет связать свою будущую жизнь с путешествиями и с работой за границей. Сейчас Ксения заканчивает университет. В начале лета вместе с будущим мужем они отправятся в Америку поступать в колледж на специальные курсы английского. Даже если у нас не получится там остаться, всегда приятно вернуться на родину и с тем багажем знаний, которое у нас будет, это достаточно хорошо, потому что когда у тебя есть профессиональное знание английского языка, ты можешь устроиться на любую работу или просто работать переводчиком. До поездки несколько месяцев. За это время Ксении необходимо подтянуть свой английский на несколько уровней, ведь чтобы поступить на курсы, ей придется сдать довольно непростой экзамен. Как я развиваю чтение? Я, естественно, беру какие-то простенькие книжки, и для тех людей, которые еще не понимают особо английский, есть специальное предложение, следом перевод. Просмотр фильмов на языке оригинала – это одна из самых популярных причин изучения иностранного языка. Любимые герои заговорят своим голосом, а не дублированным. Западный юмор будет передаваться без искажения смысла. Специалисты уверяют, фильмы – прекрасный метод освоения языка. Зачастую фразы в одном кинофильме повторяются, и если к началу просмотра вы многое можете не понимать, к концу половина слов будет уже знакома. Большинство преподавателей иностранного языка сегодня используют методику воздействия на все органы чувств. Зубрить грамматику по учебнику скучно и непродуктивно. Гораздо интереснее и полезнее получать информацию из разных источников. Английский язык, его изучение – это очень комплексная вещь. То есть очень хорошо, когда по всем параметрам учится английский язык. И грамматика, и разговорный, и тексты. И человек слушает записи какие-то на английском, смотрит телевизор. Пётр занимается английским уже не первый десяток лет. Сегодня он знает его почти в совершенстве. И даже владеет собственной школой по изучению языка. В основе используемых методик – те самые, что когда-то помогали самому Петру. Когда я читал тексты раньше, давным-давно, там лет 25 назад, когда мой английский был чуть-чуть худше, хуже, чем сейчас, некоторые слова мне удавалось по смыслу понять, некоторые слова. Но некоторые всё равно нужно было в словаре искать. Вот если я их находил тогда в словаре, то я их запоминал и чувствовал себя более комфортно. В больших английских словарях около 60 тысяч слов. Лингвисты пришли к выводу, чтобы неплохо общаться, нужно знать всего-то 3 тысячи. Чтобы сдать специальный экзамен для поступления в западный вуз – около 10 тысяч. Некоторые уверяют, если вы читаете незнакомый текст, то не нужно искать каждое слово в словаре. Достаточно понимать общий смысл. Но вот вопрос. Как же тогда обогащать свой словарный англозапас? Такой средний метод универсальный – это небольшие тексты, небольшие тексты или небольшие видеорепортажи. Брать из них слова неизвестные в сочетании с чем-то и запоминать их. Пётр абсолютно уверен – узнавать смысл незнакомых слов просто необходимо. Возьмите один небольшой текст, найдите перевод фраз, который встречается впервые, и повторяйте этот текст неделю подряд. Толку будет больше, чем пропускать слова, значения которых не знаешь, и вникать в то, что хотел сказать автор. Сложно заставить себя читать непонятные газеты? Тогда достаньте знакомые учебники, по которым вас учили в школе. Нужно прежде всего, наверное, вспомнить грамматику, то, что он проходил, глаголы. Это помогут сделать преподаватели, которые работают в разных учебных центрах. Рассказы какие-то из прошлого на английском языке хорошо бы вспомнить, если эти книжки можно будет найти, журналы, по которым человек когда-то учился. В нашей стране, к сожалению, английский язык в совершенстве знает очень небольшое количество людей. В Европе и даже в той же Азии всё обстоит совершенно по-другому. Ты можешь подойти к любому ребёнку на улице и пообщаться с ним. Ольга начала учить английский в пять лет. В школе из всех городских языковых олимпиад выходила победителем. Но со временем изучение английского девушка забросила. Теперь пытается вернуться к истокам. Мой уровень английского на самом деле не так уж и плох. Я могу смотреть фильмы, я могу понимать смысл песен, которые я слушаю. Когда я еду в машине, я включаю радио и стараюсь переводить то, что я слышу, те композиции, которые мне нравятся. Мне, конечно же, не хватало разговорной речи. Именно практики, когда ты можешь что-то обсудить с человеком, поговорить с ним на какую-то тему. Всё понимаю, но сказать ничего не могу. Проблема многих людей, изучающих английский язык. Накопился достаточно большой объём грамматических каких-то конструкций, материалов в голове. Но, на мой взгляд, не хватает именно разговорной практики, то есть практического опыта использования языка, собственно, которым я сейчас и стараюсь заниматься. Зачастую сказывается ещё и языковой барьер, когда ты попросту боишься начать говорить, боишься ошибиться и показаться безграмотным. Эту проблему Ольга решила просто. В течение месяца я ходила на курсы английского языка в школу в Москве. И после того, как курсы наши закончились, я предложила ребятам, которые учились вместе со мной, собственно, встречаться периодически хотя бы раз в неделю и общаться на разные темы. Чтобы улучшить разговорные навыки, Ольга создала вокруг себя клуб единомышленников, таких же, как она, желающих поболтать на английском языке. Бывшие студенты теперь раз в неделю обязательно встречаются. Гуляют по улицам, катаются на роликах или просто сидят в кафе. Главное правило – говорить только по-английски. Такое времяпрепровождение не только полезно, но и приятно. Естественно, мы не общаемся на тему Лондон – это столица Великобритании или какое ваше хобби. Мы обсуждаем то, что происходит сейчас в политическом мире. Мы обсуждаем то, насколько тяжело или легко открыть свой бизнес. То, к чему стремится каждый из нас. Мы говорим о каких-то своих мечтах, о планах, о том, почему люди болеют, о том, какое домашнее животное лучше завести у себя дома. Мы обсуждаем то, что действительно нравится. И ты настолько втягиваешься в эту беседу, что тебе уже становится совершенно неважно, знаешь ли ты грамматику английского языка, не знаешь ли ты ее. Ты в разговоре, и ты сам того не замечаешь, как твое подсознание начинает уже работать. И не так страшно становится общаться на английском. Остальные ребята идею Ольги поддержали сразу. За несколько месяцев у всех исчез пресловутый языковой барьер. Что дают нам вот эти вот разговоры, встречи? Они дают нам, во-первых, слушание, то есть опыт слушания беглой речи, английской речи в нашем случае. То есть мы можем воспринимать сказанное англичанином, либо каким-то другим человеком, который говорит по-английски, в нормальной обстановке, то есть при нормальной спорости. Соответственно, это практический навык, это как тренировка. Как спортсмены тренируются, музыканты играют этюды, спортсмены тренируются на тренировках. Собственно, у нас та же самая ситуация. Чем чаще мы слышим, чем чаще мы говорим, тем проще нам воспринимать. Объедините все слова, которые хотите выучить по темам. Например, «мой дом» или «как себя вести в аэропорту». Изучая новые словосочетания, ищите ассоциации. Отличный метод изучения – слушать любимые песни. Найдите слова композиции, которые вам нравятся, переведите ее и начинайте петь. Заодно отработаете и произношение. Любое чтение вслух, оно улучшает произношение, моторику разговора. Мне это, в свою очередь, очень сильно помогло, когда я изучал английский язык. Есть мнение, что грамматику учить совсем не обязательно. Ведь чтобы объясниться, достаточно знать простые слова. Может быть, это и подходит для самых простых ситуаций. Но зачастую даже в них знание грамматики необходимо. Иначе вас могут неправильно понять. Например, «I have given 200 euros». Я дал 200 евро. Если он еще скажет «been» по ошибке, «I have been given 200 euros», то это будет переводиться как «мне дали 200 евро». Это довольно частая ошибка, которую многие люди делают, общаясь по-английски. Не откладывайте изучение английского языка из-за материальных трудностей. Ведь чтобы читать газеты или разговаривать на иностранном языке, деньги не нужны. Для того, чтобы изучать иностранный язык и практиковать разговорную речь, вам совсем не обязательно ехать за границу. Достаточно найти единомышленников в вашем городе. Наверняка есть хотя бы 2-3 человека, которые тоже стремятся изучать английский. Приступая к изучению английского языка, найдите цель. Ответьте на вопрос, для чего вам нужен язык. Желание получить более высокооплачиваемую работу, свободно путешествовать или даже выйти замуж за принца Британии. Какой бы ни была ваша мотивация, главное, чтобы она вас вдохновляла. Итак, основные правила изучения английского языка. Вспомните школьный курс, достаньте старые учебники, повторите основные грамматические правила. Без них вы можете сделать в предложениях серьезные ошибки, и смысл вашей фразы изменится. Подходите к изучению иностранного языка комплексно, читайте книги, смотрите фильмы, слушайте музыку. Лингвисты уверяют, любимые кино и песни на английском существенно помогут вам в освоении новых слов. Возьмите небольшой отрывок книги или маленький видеоролик, найдите перевод всех иностранных слов в словаре и повторяйте этот текст несколько дней подряд. Объедините все слова, которые хотите выучить по темам, например, «мой дом» или «как вести себя в аэропорту». Изучая новые словосочетания, ищите ассоциации. Найдите союзников, людей, которые хотят практиковать разговорную речь. Организуйте постоянные встречи, а во время разговора обсуждайте те вопросы, которые вас действительно интересуют. Если вам удастся втянуться в беседу, любые языковые барьеры исчезнут за короткий срок. Не откладывайте изучение английского из-за материальных трудностей или недостатка времени. Его не будет никогда. Так что, если хотите чего-то достичь, начинайте действовать прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...